Всем огромнейший привет! Я сегодня готовлю салат, рецептом делюсь с вами. У меня шампиньонов 180 грамм. Шампиньоны я предварительно вымыла, вода лишняя немного стекла, и теперь я их буду нарезать кубиком. Сначала я нарезаю вдоль шампиньоны, и теперь поперек. У меня будут такие небольшие кубики. Советую вот эту верхнюю кожицу шампиньонов снимать, так будет быстрее выпариваться влага из них. Когда готовим 5-6 грибов, можно с них снять, а если готовим в промышленных масштабах, конечно же, никакую кожицу не снимаем. Меня она не страшит, в принципе, ничего страшного. Готовлю прямо вместе с ней, все равно вода достаточно быстро из них вся влага выпаривается. Заранее я уже поставила сковороду разогреваться на газ. Получаются у меня такие небольшие кубики, сейчас я все быстренько нарежу и снова вернусь к вам. Грибы подготовила, растительного масла я налила 2 столовые ложки в сковороду. Масло должно быть всегда хорошо разогрето, так процесс приготовления начинается намного быстрее. Огонь я сделала чуть больше среднего, готовлю на самой большой конфорке. Мне просто придется почаще их помешивать, чтобы они не пригорали. В этот момент можно шампиньоны присолить. Пока будут у меня пассероваться, обжариваться грибы, в это время я буду подготавливать репчатый лук. Мне его нужно 2 штуки средние. Чем больше включаем огонь, тем чаще приходится нам поворачивать все в сковороде. Лук я очистила и его точно так же я буду нарезать таким не крупным кубиком. Луковицу разрезаю пополам, нарезаю вдоль и теперь нарезаю поперек. У меня получаются вот такие вот кубики. При жарке, при пассеровке весь лук распадается на такие маленькие кусочки. Весь оставшийся лук я точно так же нарежу. Лук подготовила. В сковороду добавляю еще 1 столовую ложку без запаха растительного масла. Грибы уже достаточно обжарились. Теперь я отправляю сюда лук и теперь все вместе пусть обжаривается. Огонь я не убавляла, точно на таком же огне продолжаю все обжаривать. А сама за это время подготовлю курицу. Два куриных бедрышка, они копчено-вареные, по весу 200 грамм. В бедрышке есть косточка, поэтому мне нужно эту косточку удалить. Мясо курицы мне нужно будет нарезать такой небольшой соломкой, либо маленьким таким кубиком. Измельчайте привычным для себя способом. Я сначала нарезаю вдоль волокон, а потом поперек. Ну, этот процесс достаточно быстрый. Но сейчас точно так же всю оставшуюся курицу измельчу. Тем временем запассировались овощи, грибы и лук. Я их выкладываю сразу же в блюдо. Пусть немножко все это полежит, остынет. Мясо готово. Дальше я вымыла огурец. Срезаю с него все лишнее. Весом огурец на 230 грамм. Огурец я сначала нарезаю вдоль. Так как мне его нужно нарезать такой небольшой соломкой, но длинненькой достаточно. Поэтому нарезаю его еще поперек. В своих видео я достаточно подробно все рассказываю, потому что меня смотрят хозяйки и с опытом, и начинающие без опыта. Получается вот такая красивая яркая соломка. Только не натирайте огурец на терке, на любой терке, потому что получается такая прям каша-вода потом. Сейчас точно так же нарежу и вторую часть огурчика. Огурец тоже весь измельчила. Заранее за кадром я отварила три куриных яйца вкрутую. И теперь я буду белки отделять от желтков. Желтки я буду натирать вот на этой колючей терке. В итоге они получаются такие пушистые, рассыпчатые. Можно не натирать на терке, а просто взять, раздавить вилкой. Белок я натираю на сырной терке. И желтки, и белки я натерла. Теперь будем собирать салат. Кольцо для вырубки я выставила на 18 по диаметру сантиметров. А теперь кисточку кулинарную буквально обмакнула в растительное масло. И хочу бортики смазать для того, чтобы потом салат легко выскользнул из этого кольца. Самый первый нижний слой я выкладываю мясо, курицу копченую. Чтобы салат не рассыпался, был плотным, все хорошенечко утрамбовываю внутри. Грибы с луком я присолила, потому что они такие пресные. Теперь выкладываю их сверху мясо, потому что они уже как раз подостыли. Этот слой я майонезом смазывать не буду, потому что он и так достаточно жирный. Все это жарилось в растительном масле. Обязательно овощной слой я точно так же утрамбовываю ложкой. Огурец в этом салате придает такую свежую нотку. Салатик с ним получается легкий. Огурец этот слой с огурцом я не присаливаю, иначе все сразу же течет. Огурец я тоже распределяю внутри кольца. Теперь добавляю майонез. У меня соус майонезный, 20%. Кто-то любит майонез пожирнее, берите тот, который вы любите. Я использую сюда русскую горчицу, буквально пол чайной ложки. Любые салаты, которые вы готовите с майонезом, добавляйте туда немножко горчицы. Салат совершенно будет другой по вкусу. И теперь хорошенечко перемешиваю этот майонез с горчицей и распределяю сверху огуречного слоя. Можно морковь по-корейски приготовить самим дома. Я покупала, а она уже сразу же украшена и петрушкой. Морковь по-корейски я брала 260 грамм. Морковь хорошенечко тоже притаптываю, здесь утрамбовываю. Соль, специи добавляйте по вкусу. В морковке и так здесь достаточно и соли, и всяких приправ острых. Поэтому учитывайте все это и солите по своему вкусу. Сверху я снова добавляю немного майонеза. У меня смесь зеленушки. Это лук, укроп, петрушка по весу 60 грамм. Нарезаю такими мелкими колечками всю зелень. Крупно не надо нарезать, можно даже еще мельче. Теперь самый верхний слой я украшаю отварными яйцами, которые я натирала на терке. Украшайте по своему желанию. Белок и желток укладываю сверху, немножко все это ложкой прижимаю. Теперь снимаю кольцо и сверху продолжаю украшать зеленью. Чтобы бока салата были липкие, я их смазываю майонезом. А всего майонеза ушло у меня на салат примерно 3-4 столовые ложки. И по бокам салат я точно так же украшаю зеленью. Теперь эти бока, они такие липкие получаются за счет майонеза. И все отлично прилипает. Главное держится и не осыпается. Получился такой праздничный, яркий, еще и витаминный. Он очень вкусный, я вам советую его приготовить. Я этот салат сразу же приготовила и подавала к столу. Но лучше всего дать этому салатику настояться полчаса. И тогда он будет самый-самый вкусный. Раскрывается, напитывается, пропитывается. Очень вкусно. И мужчинам, и женщинам нравится этот салатик. Приготовьте, я думаю, что рецепт вы себе заберете в копилочку. Если из моего видео вы узнали что-то новенькое, оцените, пожалуйста, это видео лайком. Мне будет очень приятно. Нажимайте кнопку еще под видео. Там будут ссылки на наши группы в Одноклассниках, ВКонтакте. Подписывайтесь и на Яндекс.Дзен. Будем дружить с вами и там. В Ютубе не забудьте нажать на колокольчик. Так вы сразу же первыми будете узнавать о том, что на канале вышло новое видео. И ничего не пропустите. До встречи в комментариях, в новых видео. Всем удачи и пока-пока.